Привет! В этом видео я хочу поделиться своими впечатлениями от индукционной варочной панели Майнфилд, которой я пользуюсь уже два года. Раньше у меня была обычная электрическая, а на даче сейчас газовая варочная панель, поэтому у меня есть чем сравнить. Но начну с минусов. Первое, что мне не очень понравилось, когда я ее впервые включила, это шум. Принцип работы индукционной варочной панели в корне отличается от панели Highlight, где используется традиционная технология нагрева вольфрамовой ленты, а затем и посуды. В индукционной плите посуда нагревается за счет электромагнитного поля. Достаточно сильный гудящий звук издают индукционные катушки и вентилятор. Вентилятор, кстати, продолжает работать какое-то время, даже после выключения панели. Кстати, хочу обратить внимание на то, что для индукционной панели обязательно нужно оставлять зазор между столешницей, на которую она установлена, и нижним шкафчиком или духовым шкафом, как у меня. При проектировании кухни важно не забывать этот момент. Когда плита работает, из этого зазора прилично так дует. В общем, звук отработающей индукционной панели можно сравнить со звуком работающей микроволновки. Следующий минус заключается в том, что не любая посуда подойдет. То есть, индукционная панель распознает только ту посуду, дно которой сделано из материала, способного намагничиваться. Подойдет любая посуда, изготовленная из сферы магнитного материала, такого как чугун, эмалированная сталь или нержавеющая хромистая сталь. А чтобы не сильно заморачиваться, разбираясь, из какого именно материала сделана та или иная кастрюля, нужен простой магнитик, например, с холодильника. Если он прилипает ко дну посуды, то она подходит для индукционной панели. И выключается. С помощью такого магнитика я проверила всю свою имеющуюся в наличии посуду. И под термин специальная у меня подошла большая часть кастрюли сковородок. И что самое интересное, что магнит не прилипал именно к самой дешевой и не очень качественной посуде, которой я и так почти не пользовалась. Из этого я сделала вывод, что априори хорошая и качественная посуда с толстым дном в основном подходит для индукционных плит. Кстати, даже если сама кастрюля сделана из алюминия, но дно у нее имеет стальное покрытие, которое магнитится, то такая посуда тоже подойдет. И этот минус с выбором правильной посуды для кого-то может оказаться жирным плюсом. Потому что можно не бояться случайно перепутать и включить не ту комфорку, на которой в это время находится что-то из пожароопасного материала. Давно со мной произошел подобный казус, когда по ошибке я включила конфорку своей электрической плиты, на которой стоял электрический чайник на пластиковой подставке. Подставка успела расплавиться до того, как до меня дошел запах горелой пластмассы. И подобных случаев я знаю немало. Вот с индукционной панелью ничего подобного никогда не произойдет. Она просто не включится. Еще один неприятный момент в индукционных плитах, который многих может огорчить, так это то, что даже если посуда сделана из правильного материала, но диаметр дна будет меньше 12 см, панель ее тоже не увидит. Но проблема неподходящего материала и размера легко решается с помощью стального диска-адаптера для индукционных плит. Я себе такой пока не купила, так что показать не смогу. А теперь более подробно расскажу именно о моей индукционной панели Майнфилд модели 59.4 FL2VK. Керамическое стекло для Майнфилд производят во Франции. И его качество гораздо лучше подобных аналогов даже более известных брендов. Оно прочнее и менее подвержено царапинам. И это не голословное утверждение, а доказанное вот этой панелью, которой я пользуюсь уже два года. Посмотрите, на ее поверхности вообще нет царапин. Моется она очень легко обычным средством для посуды. Вот только сенсор в это время очень активно реагирует на прикосновения. Даже если я ставлю его на блокировку. Сенсор здесь очень чувствительный. Читала, что на других моделях часто сенсор перестает отвечать, если попала вода или руки влажные. Но у меня такой проблемы ни разу не возникало. В конце протираю сухой салфеткой. И вуаля! Панель как новенькая. Если жидкость из кастрюли начала убегать, то плита выключается. А из-за того, что поверхность панели сама не нагревается, ну, если только от греющейся на ней посуды, то бежавшая еда, молоко или жирные брызги не подгорают. И можно их вытереть сразу. Или потом. Не нужно ничего отскребать, как от обычной плиты. В плане ухода это просто супер. Очень нравится функция бустер. Слово, конечно, сейчас модное, но в данном случае к уколам не имеющие никакого отношения. Здесь эта функция предназначена для быстрого увеличения температуры блюда. А если проще, то с бустером вода закипает значительно быстрее. Литр воды у меня закипел за 4 минуты. Продолжение следует... Есть достаточно удобный таймер. Поскольку в индукции сразу греется посуда, в отличие от панели Highlight, где сначала греется сама конфорка, то время нагрева значительно снижается. Вот только включила, и уже можно жарить. В этом плане индукция ближе к газовой панели, где после включения огонь сразу начинает разогревать дно посуды. Вернусь к сенсорной панели управления. Увеличивать или уменьшать мощность можно как нажатием на кнопки плюс и минус, так и скольжением пальца по шкале. Вы никогда не забывали выключить плиту? А со мной такое бывало. Индукция – просто находка для рассеянных хозяек. Достаточно просто убрать посуду с работающей комфорки, и она через несколько секунд сама выключится. Ну, что еще рассказать? В этой панели есть увеличенные зоны нагрева. Флекс-зона. С правой и с левой стороны. Можно готовить в гусятнице или большой сковороде. Друзья, ну что ж, в завершение хочу сказать, что индукционная варочная панель этой модели, этого бренда меня вполне устраивает. Я после нее даже купила себе печку Майнфилд и вытяжку тоже Майнфилд, о которых я расскажу в следующих видео. Пока!